Анастасия Рязанова решила принять участие в областном конкурсе детского рисунка на тему ЖКХ глазами детей не случайно. Во-первых, девушка любит рисовать и занимается этим часто и с удовольствием. А во-вторых, сама идея Насте показалась довольно интересной. В конкурсе могли принять участие школьники из Московской области в возрасте от 6 до 18 лет. Ребятам предлагались на выбор следующие темы. ЖКХ в борьбе с COVID-19, раздельный сбор мусора, перспектива будущего, капитальный ремонт многоквартирных домов глазами детей и цифровизация ЖКХ, проведение общего собрания собственников жилья онлайн. Настя выбрала последнюю тему и ей удалось завоевать третье место в своей возрастной категории. Награждение проходило в онлайн-формате в администрации городского округа Фрязино. Исполняющий полномочия главы Дмитрий Воробьев вручил девушке цветы, а также передал подарок портативную колонку. Я нарисовала рисунок онлайн-собрания собственников жилья онлайн. Что даже в пандемию мы можем быть вместе. Я очень старалась для этого и много сил приложила. Анастасия – ученица Фрязинской школы номер два. Ее педагоги гордятся тем, что в их учебном заведении есть такие талантливые дети. И вот в этом году нам тоже выпала такая честь, что наш ребенок, наша девочка Рязанова Анастасия заняла такое почетное место. Это необыкновенно рисующая девочка. Это девочка, которая рисует постоянно. Дома она рисует, мне кажется, вот из школы приходит, и она рисует до позднего вечера. То есть рисунков столько. Конкурс рисунков ЖКХ «Глазами детей» действительно актуален, ведь данная сфера – неотъемлемая часть нашей жизни. Мероприятие проходит уже не первый год, но в этот раз количество участников побило все рекорды. Жюри получило более двух тысяч рисунков. Мария Буржинская, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.